Казахстанские школьники готовятся к участию в конкурсе чтецов Тулпармана Птуалхан. Дети должны выучить наизусть эпос Хобланды Батыр, который, между прочим, не так просто пересказать. Ведь написано произведение на 132 страницах. И тем не менее, школьники посвятили поэме долгожданные летние каникулы. Кстати, лучших ждет приз – миллион тенге. Анастасия Валикжанина послушала претендентов на победу. Сегодня очень часто можно увидеть учеников в школах, и это несмотря на то, что каникулы в самом разгаре. Они с удовольствием бегут в классы, где готовятся к республиканскому конкурсу. Хотят выучить наизусть казахский героический эпос Хобланды Батыр. Кстати, у поэмы 29 вариантов, но и литераторы выбрали на конкурс версию Марабай Жирау. Эпос Хобланды Батыр расписан на 132 страницах, так что рассказать его наизусть не так-то просто, как может показаться. Однако дети с огромным интересом учат и пересказывают поэму сначала дома, затем друзьям, чтобы как следует выступить на республиканском конкурсе. Я думаю, что эта поэма захватывает моих сверстников, моих сверстниц. Данное задание, которое нам дано на лето, я думаю, что это поможет нам узнать свою историю, потому что сюжет очень захватывает. Сюжетная линия особенно, хочется его учить, учить, даже не отвлекаясь. Оно улучшает память и дает нам возможность узнать свою историю. Республиканский конкурс Тулпар Манеп Туалган проходит во второй раз. В прошлом году ученики читали наизусть эпос «Алпамыс Батыр». Организаторы чтения стремятся к тому, чтобы казахстанские школьники развивались духовно и нравственно. По республике 51 328 учеников подали заявку и 23 138 учителей. По городу Алматы у нас количество учеников 1043, а учителей 553. Цель конкурса, конечно, пропаганда народной поэзии, пропаганда эпосов. Конечно же, самое главное будущее наше – это молодежь. Первый тур конкурса пройдет в Алматы в сентябре. Школьники, победившие в каждом районе, примут участие в городском этапе. Победитель конкурса получит миллион тенге. Такой денежный приз достанется ученику из каждого региона нашей страны. То есть в числе счастливчиков окажутся 17 школьников. В конце года в их честь в городе Нур-Султане пройдет праздничный галоконцерт. Анастасия Валикжанина, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар-24.